здравствуйте дорогие друзья здравствуй дружок вот это я обращаюсь лично к тебе ты смотришь и ждешь чего-то от меня я дам тебе то что ты хочешь это точно абсолютно я благодарю всех вас за то что вы пишете комментарии за то что материален поддержите канал это очень здорово очень приятные комментарии тоже важны для меня потому что я знаю то что нравится вам то что не нравится мнение ваши мне интересны безусловно как аналитику глубокому и глубочайшему но это все шуточки что касается комментариев очень много очень много и постоянно и это было есть и будет обсуждение современной музыки современного звука и того какая плохая нынче музыка какая была хорошая раньше какой сейчас вообще упадок духа и всего такого прочего на полная ерунда на самом деле никакого упадка нет музыка прекрасная и невероятно много доходит до нас даже с использованием интернета микроскопическая часть я объясню почему потому что люди в основном хотят слушать то что они уже слышали и ищет где-то в этом направлении что-то похожее на то что они слышали раньше то что им нравится а все что не похожее все что другое все что новое совершенно они это все вообще проходит мимо на самом деле потому что я тоже я очень много слушаю современной музыки но я прекрасно даю себе отчет что ну целые пласты какие-то огромные пролетают мимо я даже не знаю название даже не не знаю что там вообще происходит внутри а мои друзья говорят что а ты слышал этот пластинку а вот это вот этого а вот этого артиста вот этого я говорю нет нет не знаю и в ответ им тоже начинаю говорить а вот это ты слышал нет нет мы не знаем и вот так очень много все но опять-таки в комментариях часто проскакивает такая мысль что я постоянно сам себе противоречу нет 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 ни противоречия а что касается звука современного при том что мне очень нравится то что происходит сейчас музыки но вот опять я опять скажу что я сам себе противоречен вот современный звук в массе своей современный подход к звукозаписи в массе своей опять-таки уж очень много разного всего есть такой подход есть другой подход есть третий подход но вот что касается мейнстрима что называется общего звучания она конечно она мне нравится да но уж больно все как-то одинаково и когда я оказываюсь студии там по своим делам по каким-то до свою ничтожную записать музыку мне тоже звукорежиссеры начинают говорить а вот так не принято так принято давай сделаем вот так так сейчас вот это все и глянение надо давайте делаем не так это все не устраивает и начинается дебаты да нет это вообще невозможно так вообще не пишут какое мне дело пишут не пишут я же пишу не кто-то так пишет другой да это я к тому что очень много стандартов выработаны определенные стандарты звучания стандарты той самой звукозаписи которые в принципе не в такую общую линейку выстраивают музыку разных совершенно коллективов и я не знаю кто бы сейчас отважился записать пластинку с таким звуком я имею ввиду общее общую палитру как например вот этот замечательный альбом the rising fall of the gistar's stardust from mars дэвид боуэвэй 1971 год запись в 72 году пластинка вышла и считается одной из самых лучших записей дэвида боуэвэй ну по крайней мере самые известные это точно абсолютно все как-то ну все не все но массовая аудитория она дэвида боуэнтере и идентифицирует вот с этим персонажем с зиги зиги стардастом и его пауками с марса это как бы ансамбль его да и вот этот андрогинный персонаж космический пришелец вот он тот самый дэвид боуэвэй ну надо сказать что я начал со звука да к звуку я вернусь но вот этот персонаж искусственно созданный выдуманный дэвидом боуэвэй нафантазированные такая вот рок-звезда и мужчина и женщина одновременно да при этом не гермафродит заметьте а такой совершенно другое существо отдельная которая является идеальной рок-звездой этот образ настолько когда виду боуэвэй прилип что сначала ему это нравилось и он даже говорил что я готов даже взять интервью зиги стардаст мне очень нравится этот тип а потом все прокляло и сказал что я не могу от него отделаться что-то невероятное уже все меня вот впихивают обратно в этот образ а я совершенно другой я сшим другой человек меня начинается раздвоение личности потому что меня все уверяют что я это зиги а я не зиги я я дэвид джонс вообще-то да дэвид боуэ и у меня другая музыка я занимаюсь другими вещами я никакой не этот самый ну это что касается идентификации героя и его художественного произведения через это многие проходили в частности эдуард лимонов которого все бросились идентифицировать с персонажем романа это я эдичка это конечно люди как-то есть художественный образ а есть автор это разные сущности но что касается звука удивительное дело конечно вот этот бас зажатый барабан и зажатые со стерео игры такие которые не снились даже хендрикс потому что я не знаю то мы в одном канале том и в другом канале барабанчики зажатые где-то посередине странные партии с бэк-вокалами тоже в общем полный хаос такой очень интересно все и тембры какие-то какие-то не такие как было принято даже всеми с первом году там было уже мощно здесь очень все лаконично и по звуку и напоминает все это не коверник огромный концертная зала какой-то такой в хорошем смысле цирк шапито передвижной цирк такой который переезжает сми естественно с места на место там своя труппа свой оркестр и они играют представления замечательными на которые приходишь и обалдеваешь как это здорово артисты играют музыка звучит потом цирк уехал ничего кроме печали не остается потому что хочется вернуться обратно в этот цирк а он уже уехал улетел на другую планету ну это все лирика а дэвид буви 71 году стремился его разрывало он стремился работать работать писать 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 петь 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 и еще не закончилась работа над пластинкой ханки дори еще не вышел альбом как он уже стал говорить что я уже поработаю над новой пластинкой над вот этой самой the rise and fall в зиге стадус and the spiders from mars и одна песня кстати говоря из ханки дори it and easy она вошла в альбом вот этот зиге старость песни из ханки дори то есть она туда не вошла но вошла сюда и единственная песня где можно услышать еще клавиши река вейкмана потому что вейкман хотя бы приглашал его в группу и на запись этого альбома он отказался но не из-за того что ему не нравилась музыка дэвиду голове он был от него в восторге он про а про ханки дори он постоянно говорит говорил и говорит что это великолепная была работа прекрасная музыка и ничего красивее чем песня life on mars он вообще в жизни не слышал и не играл никогда но он уже примкнул группе yes ему было не разорваться никак но вот в песне it and easy он все-таки еще здесь звучит пластинка считается концептуальной хотя она не является таковой и об этом говорит кен скотт продюсер что на самом деле это просто набор разных очень красивых песен которые теоретически можно объединить конечно единый рассказ но для этого нужно приложить фантазию определенная сам дэвид болуи говорит с примерно то же самое хотя он хотел было сделать концептуальный альбом но в результате песни получились разными и он уклончиво так мило комментирует эту штуку что ну на самом деле это просто фрагменты жизни мира которые происходили с появлением вот этого зиги старост на планете земля это просто картинки жизни разные да ну как и разные песни и песни прекрасные практически все и five years распевная торжественная баллада о том что жить осталось на земле всего пять лет потом человечество все погибнет ничего страшного никто не погиб солов с удивительной перкуссии с саксофоном дэвида боуи муноч дэйд рим с мощнейшей гитары мика ронсона микронсон здесь мало того что сделал но наверное 80 процентов всего звука свои гитары своими партиями своим звуком опять-таки гитарным да еще и написал оркестровки для примерно 70 процентов песен которые здесь есть играет оркестр из 14 человек особенно он разрывает мозг в произведении рок-н-ролл суицайт последние вещи где оркестр сначала играет как оркестр потом включать духовая группа гигантская какая-то а потом как бы сразу два оркестра начинают играть совершенно разные вещи и такой взрыв психоделической симфонической музыки очень здорово а начинается песня рука на свой цель просто с акустической гитары и я могу сказать что мои самые любимую любимая часть этого альбома она начинается на второй стороне с песнях и нанту и сэлф и дальше шедевр зиги стартаст песню которую обожал витя цой между прочим и напевал ее гуляючи по улице со фриджайд сити следующая песня очень похожи по структуре на rolling stones только в прочтении дэвида во вино и рок-н-ролл суицайт финальный вот этот эпохальный просто оркестровый подъем на этого альбоме боуи как сказать определил для себя что такое рок-н-ролл как бы он хотел звучать он перед запись этого альбома он поехал в америку познакомился а с луридом б с гиппопом и этого хватило и в принципе то что он сделал здесь это попытка создать в рок-звезду слепив образы марка болона и гиппопа и лурида в одно целое какой-то критик написал очень интересные интересную фразу что со знаком плюс при этом написал что этот хилый бледный студент из лондонского арт-колледжа жаждал погрузиться в настоящий рок-н-ролл и никак не мог этого сделать на первых альбомах и даже на блестящем ханки дори все равно не пошел в настоящий звериный жесткий рок-н-ролл это очень красивая барочная музыка хорошая домах у солдоволт несмотря на то что это тяжелый рок грозный все равно он не ну вот еще не то еще нет духа в нем духа вот этого стержня рок-н-ролльного и как только когда боли встретился с и гиппопом полюбил его мгновенно они подружились вот и гиппоп со своей звериной сутью и среди к энергией дал бы это что ему не хватало и дэвид был счастлив от сообщения с и гиппопом также как и от общения с луридом который который тоже друг другу они тоже друг другу понравились лурид и дэвид и то что боуи услышал на пластинках вывод андеграунд перед знакомством еще с луридом его очень вдохновило именно на запись этого альбома отсюда и звук вот этот я возвращаюсь к началу звук альбома не похожие ни на какие хард-роки психоделические роки арт-роки прогрессив роки того времени абсолютно непохожие а ближе всего это все-таки в ту сторону столом в сторону лурида в сторону и гиппопа в сторону болона местами и как угодно может назвать глэм или глэм не глэм это абсолютно не важно потому что это самобытно это не похоже на других это очень интересно очень интересная работа со звуком со структурой песен с пением с тембром своего голоса потому что на песнях там скажем со лав five years на первой стороне вообще монич дэйдрим он поет одним тембром а на второй стороне другим тембром а что касается концепции этого альбома дэвид потом сам говорил что какая может быть концепция если песня starman была написана уже после того как альбом был скомпилирован по требованию руководства компании звукозаписи чтобы она требовала что был какой-то яркий хит на пластинке он написал starman всунул туда вместо кавера чака берри который был записан на этого альбома для этого альбома точнее поэтому концепция особо здесь нет здесь просто набор прекрасных интересных свежих рок-н-ролльных песен зиги стардост дэвид боуэр 1971 точнее 72 год буду слушать наслаждаться и пить пока